привет ребят добро пожаловать обратно на мой канал сегодня у меня в гостях моя мама отвечает что-нибудь вам привет говорит вам или что мы привали привет вот очень многие просили маму как говорится на канал в кадр и вот мама в кадре сейчас я делаю вы знаете меня просили что многие у меня просили обсуждение жизни подписчиков вместе с мамой сегодня мы делаем сейчас обсуждаю жизнь моих подписчиков с мамой сделаем два выпуска и посмотрим как оно зайдет пока я сейчас пока готовлюсь к видео мама посидит и поотвечает на некоторые ваши вопросы пока я делаю свой макияж мама отказалась делать макияж на камеру почему ты должна отвечать потому что люди говорят я тебя перебиваю я и маму не перебиваю я веду разговор потому что ты пользуешься я с моей маме отдал свою нарвину я смотрю анастаси берли хиллс я смотрю она я прям пользуюсь это твои цвета я рад что тебе они понравились ну говорим и повторюсь я не перебиваю маму я веду разговор потому что у мамы нету опыта на камеру говорить ну ты меня спросил почему я отказалась делать макияж на да я в принципе всегда в одной форме с макияж и вот как-то мне моя мама сказала анжела то хорошо в порядке ходишь на работу прилично одеваешься это хорошо но истинная женщина выходит в порядке к утреннему чаю и мне нечего было ответить это на то что чтобы делать макияж на камеру то есть ты не готова показать свое лицо этим зрителям всегда это просто исключено а даже тогда это не обсуждается как знаешь я смотрел фильм а как же называется дом versace да и там донателла versace говорит своей дочери внимание мать ей сказала что бы ты не делала нет до своей первой сигареты до своего первого кофе всегда первое что ты должна сделать это нанести помаду но если все остальное нормально без разницы у нее не было такого если все остальное она сказал первое что ты никогда тебя не должны не видеть люди без помады но это значит итальянки хотя знаешь я думаю знаешь итальянские женщины и и русские женщины и украинские женщины у них очень много общего в том что всегда на каблуках всегда при параде хотя опять же приедешь сейчас милан дохрена женщин которые к сожалению обабиваются и становится очень легко относиться к себе в в принципе жаль жалко на самом деле этом ну и то что они обабиваются говоришь просто становится все равно или знаешь на расслабоне на расслабоне это не все равно но это на расслабоне этого делать нельзя есть вещи которые можно делать а есть вещи которые нельзя не под каким соусом но это твоя позиция на это не то что все должны так это просто твоя жесткая позиция на эту тему я думаю что я делал как-то пародию видео пародии макияж русской бабы видел его да это было смешно и видит было видео пародии не нихам никого не хотел обидеть никого не хотел обидеть абсолютно это был просто ну смешного шутка да это был гротеск он был утрированный гротеск понимаешь но сколько людей описалось сколько ли искать из страшный русофоб все такое теперь когда тебя увидели вот на это так вот откуда идет вдохновение для того макияжа русской бабы почему так всегда тяжелый макияж нам такой театральный не не дни не дневной макияж чуть-чуть надо подвинуть на камеру вот ну для для людей это очень тяжелый макияж мне всего я настолько легчайшая это просто утренний грим то есть для тебя это такая норма да вот маме говорю всегда мам почему ты не растушевываешь тени вот ей нравятся она вот делает очень графичные тени и почему ты не растушевываешь никогда не умеешь но ты всю жизнь делать ты всю жизнь делаешь макияж а знаете она умеет сделать зато сколько а сегодня у тебя три только стрелки обычно от пяти до шести стрелок вот так идет то есть что их не увидел ну три сейчас три да ладно сегодня три не то есть что-то ты умеешь делать что-то ты делать совершенно не умеешь мам очень многие люди спрашивали как ты вошла в в мир таро легко нет это понятно тебе легко объясни почему почему таро ну раньше у меня было гадание на обычных картах и когда я узнала что такое таро и когда я их попробовала ну это в принципе они помощники а почему то почему вообще в принципе почему то начала этим заниматься да я не знаю я всю жизнь занимаюсь всю жизнь занимается картами да не почему то а я всю жизнь занимаюсь если что то встречи еще в картах я тебе дарил тебе несколько колод мадам ленорман которые ты так и не освоила хотя они основу мне кажется на игральных картах мне очень нравится ленорман знаешь они упрощенные там нет столько философии как второ нет ну так и есть там нету какого цвета карта там на заднем этом птички обозначают то это у ленорман достаточно прямое значение у него важно связки карт вместе то есть собака замок клевер птица например в связке дает сложное сочетание а сами по себе карты не надо расшифровывать и не надо нету столько значений у карт ленорман например цвет карты цвет неба у нее нет такого как например второго понимаешь там достаточно простое значение карты оно прямолинейное все важно в связке мне нравится вообще ленорман ну насколько я понимаю это это ее карты это ее карты это ее уже интерпретация то чего она знала и поэтому это ее видение это ее видение карты а таро это не ее это само собой но я просто когда тебе давал знаешь помнишь у меня был циганский расклад когда по треугольникам переворачиваешь сочетание мне нравится очень карты как же цыганские карты у меня же их несколько колод и вот те карты мне очень нравилось читать они действительно интересные и они достаточно прямое значение и как ни странно достаточно сбывается вот как ни странно мне казалось вот эти цыганские расклады вот этими треугольниками очень интересно было но я считаю что это игра нет я считаю ничто не игра то что будоражит твое воображение и то что расширяет твое сознание это уже не игра люди, знаешь, входят в измененное состояние сознания с маятником, со свечами. Что такое стеклянный шар? Он сам по себе не несет ничего, это просто кристалл, ограненный шар. А что он помогает сконцентрироваться, войти в измененное состояние сознания, как сказать, ввести себя в транс? Вот что это значит. Сам по себе это просто кусок стекла, понимаешь? Ну, вводить себя в транс, это тоже наука, это надо уметь, этому надо учиться. Я считаю, что ты делаешь это подсознательно, когда делаешь это с теми же картами Таро, например. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что когда вводишь себя в транс через шар, через что-то, надо уметь, надо, чтобы тебя научили. Транс это громкое слово, здесь не столько транс, сколько измененное сознание, измененное состояние сознания, когда ты воспринимаешь все гораздо более остро, чем есть. Ксюша говорит, Антон, приезжай, я к ней еду через неделю, ты знаешь, да? Говорит, а сразу пойдем в Ниццу к гадалке, француженка. Старая француженка берет 85 евро за прием, и она не использует вообще ничего, и говорит абсолютно все. Понимаешь, то есть ей не нужно вообще никакие подсознанные материалы, чтобы начать видеть вещи о тебе. Знаешь, сколько мне говорили, что все это ерунда, а я верю абсолютно во все. Ну, это та, которая была типа на проверке. Кто на проверке был? Ты про кого говоришь? Ну, она сказала вот, и то же самое. Ну, это в принципе так и есть, но, тем не менее, она говорит, что она дает очень интересные моменты, она говорит очень много чего, и она говорит очень все правильно, по крайней мере, про прошлое. Она видит все. Вот это была интересная тема. Я на самом деле боюсь ходить вот к провидящим, гадалкам, ко всем этим людям, потому что я не совсем хочу знать. Понимаешь, она говорит, как ты. Вы хотите знать действительно все? А готовы ли вы услышать? Готовы ли вы услышать, да. Ксюша сказала первое, она у нее спросила вообще, готовы ли вы в принципе услышать то, что я вам сейчас собираюсь сказать. Так это было. Ну, я, например, не понимаю таких моментов, когда говорят о прошлом. Прошлое ты знаешь. Прошлое, говорят, так надо проверять, гадалок, ты скажи мне про свое прошлое, или знаешь, что ты знаешь свое прошлое, скажи, почему ушел мой мужик, проанализируй мое прошлое, иногда мы сами не знаем свое прошлое, понимаешь, мам? Насколько ты серьезно относишься к этому вообще, в принципе? Я без карты не выхожу из дома. Ерунду говоришь, сколько раз ты говорил, мам, сидим в ресторане, мам, карты есть? Нет, без карты, чтобы вытащить. А, в этом плане. Очень многие понимают, как ты буквально. А, в этом плане. Ну, мам, я не всегда, как ты буквально, пытаюсь, знаешь, я тебя знаю очень хорошо, я просто пытаюсь, чтобы люди тоже поняли, о чем речь, и чтобы у них не было дополнительных вопросов, понимаешь? Твое мнение на то, что я крашусь. Это имидж. Как сблизиться, знаешь, был какой вопрос, интересно, как сблизиться с сыном, или с дочерью, если они в традиционной ориентации, и у меня с ними проблема? Не отдаляюсь изначально. Ну да, логично. Ну, знаешь, интересный момент. Многие бы хотели прийти к маме, к папе, преклонить голову, а бояться, потому что бояться в том плане, что вдруг не поймут, а вдруг отвергнут. Как могут дети сомневаться в родителях? А ты что, такого не знаешь? Я знаю историю, когда просто говорят, уходи, знаешь, был парень, он говорит, да, что уходи, ты мне не сын, вот такого же полгода по этим, как его, по одноклассникам, пока бабушка не узнала и не забрала к себе. Вот такое было. Значит, бабушка не передала мудрость свою. Значит, да, значит, это правда, это правда. Слушай, ну я вообще, конечно, белокожая. Вот так вот смотрю, делаю очень светлый макияж, и он, видишь, от шеи не отличается. Поднимается у меня мастерство макияжа, мам? Однозначно. Знаешь, практика. Сколько, говорят, надо 10 тысяч репетиций сделать чего-либо, чтобы стать мастером. 10 тысяч раз ты попадешь в кольцо баскетбольное мячом, это будет, ты будешь профессиональным игроком. 10 тысяч, это если тебе не дано. Если тебе не дано, само собой, да, это правильно ты сказала. Это правильно здесь ты сказала. Да. Но люди обычно занимаются тем, что не дано. А иногда очень хотят, и упорство, и труд, очень многое достигается. Знаешь, говорят, сколько нужно 10% таланта и 80% усидчивости, что-то такое, чтобы стать действительно... Понимаешь, мам, я не думаю, что Мила Йович великолепная актриса. Если бы мама не таскала с детства по этим, по кастингам с детства, она бы хрена стала Мила Йович. Понимаешь, мам? Мне так кажется. Потому что не думаю, что там столько таланта. Упорство. Что, Мадонна великая певица? Тем не менее, великая певица, потому что сделала себя правильно, нет? Сейчас у меня закончится. Ты брови себе как делаешь? Или ты ходишь к мастеру? Нет. Что нет? Не хожу к мастеру. Сама делаешь тебе? Конечно. Знаешь, я когда в свое время начал только заниматься этими макияжем, да, и я стал любить очень такие сильные брови, потому что на камере они все равно сглаживаются, да, можно напортачить что угодно в жизни, и, а знаешь, стал любить, как начал... Очень страшно, на самом деле. Страшно только начать красить глаза, а стараться начать делать брови, когда ты их никогда всю жизнь не делал, а потом, знаешь, начинаешь и прямо... Знаешь, в свое время, я считаю, что брови, конечно, мне нравятся мои брови, помнишь, я в детстве сбривал, брил вот эти, как называются, полоски. Один раз ты делал так. Да, это было, конечно, знаешь, ума хватило больше не делать. Сейчас, конечно, знаешь, вот смотришь на людей, которые всю молодость убивали брови, и сейчас изо всех сил пытаются маслами, чем только не пытаются. Ты смотришь, и ты понимаешь, боже мой, какой это ужас. Было бы ум в молодости, не было бы вот этого драмы сейчас. Тем не менее. Вот сейчас я вот такой у меня сегодня будет легкий макияж. А для чего ты используешь вот это вот бейс, вот это вот, мама? Под бровями. Под бровями, да? И в серединке носа. А, ты так, ты его как хайлайтер используешь, считай, да? А, у тебя даже немножко даже этой кисточкой пользуешься. Сейчас я базу положу. А ты считаешь, это база? Конечно, это база. Это то, что помогает микшировать оставшиеся эти, как его, тени между собой. Да уж. Конечно, база. Тебе нравится вот эта палетка, в принципе? Да. К любой палетке надо привыкать все равно. Ну, согласись, когда хорошее качество теней, хорошее качество теней, да. Есть такие же, что вообще мрак. Ну, я тебе много отдал палеток. Ты пользуешься хоть чем-то? Ничего ты не пользуешься, мама. Ну, вижу, что и почти не пользована она, вот все, что я вижу. Как ты рассматриваешь, в принципе, на ситуацию, когда люди берут карты таро, потому что это модно и начинают пользоваться, типа, вот, начинают гадать. Этому надо уделять в нем, как это, полное, вот как, этому надо уделять время и не относиться к этому. Как хобби. Да. Так, да. У меня, в принципе, одна треть клиентов, они все имеют карты таро, и потом у них все познается в сравнении. И потом мне говорят. Да. Но они смотрят так. Они читают много, потом, не понимая, спрашивают, а это что? Такое, да? Да, я понимаю, почему меня спрашивают. Я их учу так, из-под воли. Хотела бы себе ученицу по таро? У меня много, те, кто хотят, но... Знаешь, плохо что? Многие спрашивают, как начать вести канал на ютубе? Я говорю, снимай и ни в коем случае не бросай. Потому что, если тебе хватает на два месяца, вот на этом все заканчивается. Так я считаю, как и эти гадалки на таро домашние, да? На два месяца хватит запала, а если на два месяца, и все. И потом пылится эта вся тема в ящике стола, к сожалению. У нас здесь есть курсы по таро. Даже такое есть? Боже мой. И люди ходят, то есть, я просто случайно узнала, что одно посещение, одна карта. То есть, надо посетить 70... Да. Сколько там? 78. 78 раз? Да. Ну, по идее логично, они, каждое посещение, они объяснят карту. Ну, на второй, третий раз уже забывается то, что было в первый раз. О, да. То есть, когда ты ходишь просто на курсы и думаешь, я заплатил, и мне это все поможет, здесь нужно чутье. Да, сто процентов. Сто процентов. Господи. Если ты уже в взрывом возрасте идешь на эти курсы, это немножко смешно. Ну, да, это как курсы изготовления, как их, горшков из глины, макраме какое-то. Это правда. Вот если тебе дед и отец гончар, тогда уже иди. Тогда тебе не надо. Делать горшки, да? Да, да, да. Тогда что-то, ну, какие-то штрихи. А когда ты просто захотел, будучи бухгалтером. Ну, да, это ерунда, это полная ерунда, конечно. Я не считаю, что это может быть ремесло, это не ремесло. В смысле, не считаю, что это может быть ремесло, в каком понимании? Ну, вот, гончар он может научиться, и то, если у него гончарные моменты. Ну, да, нет, я согласен, мам, согласен. Хорошо? Тут поярче надо сделать. Потемнее ты имеешь в виду? Да, вот тут. Левый, обычно правый, хорошо, а левый... У тебя все так же, да? Да. До всех, наверное. Знаешь, приезжал ко мне этот Егор из Украины. Понимаешь, вот те люди, которые... Я считаю, что макияж, даже макияж, это должно быть тебе дано. Просто намазаться может каждая. А вот красиво сделать макияж, это должно быть прям мастерство все равно. Это должен быть художник все-таки. Рука у тебя должна быть художника. Сто процентов. Или, если ты не художник, ты должен очень долго и очень аккуратно делать. Самое главное правило в макияже, чтобы он был аккуратный. Смотри, какой макияж он должен быть сделан. Хотя даже сделать кривой макияж, специально кривой, да? Это все равно должен быть большой талант. Черный квадрат. Черный квадрат, да, Малевич. Сто процентов. Сто процентов. Так, вот твоя кисточка. Возвращаю тебе кисточку. Сейчас делаю ресницы и все. Как тебе вообще моя тема? Обсуждаешь из моих подписчиков. Ну, может быть, она необходима в силу того, что она выстрадана. Ты понимаешь, мало... Я говорю, ребят, присылайте любые истории о вашей жизни, и счастливые, и несчастливые. Присылает только разбитые сердца. Присылает только тяжелое семейное положение. Знаешь, иногда сидишь и думаешь, вот мне плохо, вот у меня депрессия, вот у меня... Ну, знаешь, всякие мысли же попадают, у тебя тоже такие мысли есть. А просто как почитаешь, когда у людей действительно плохо, и ты думаешь, боже мой... У людей не было бы плохо, если бы они до этого не доводили. Мам, ну ты же сама тоже не всегда у тебя все правильно, не всегда все по книжке в жизни. Нет, у меня все по книжке в жизни, и все правильно. Как к этому относиться? Ну, здесь правильно. Потому что, ну вот, говорят, мне было бы счастье, несчастье помогло. Да. Тогда ты встряхнешься, тогда ты посмотришь. Обязательно нужно менять ракурсы... Восприятия? Восприятия, да, обязательно. Просто ты смотришь не с той стороны. Бывает так, что приходят люди, которые тебе действительно жалко. Мне все жалко. Жалко всех, ну да, это я знаю. Ну, два-три сеанса, и они становятся долгими. В одном остатке, мама, ничего не меняется. Ты даешь кому-то совет, ты даешь свою точку зрения, что ты смотришь по картам, что ты даешь человеческий совет. Неужели все действуют по советам? Возвращаются? Знаешь, почему так сложно у людей не меняется ничего в личной жизни? Потому что яиц нет, применяют все. Понимаешь, мама? Нет. Не потому что яиц нет, а потому что нет запасного варианта. Мам, ну у меня не было... Ну не всегда нужно запасование. Иногда... Всегда. Всегда. Пускай это будет в виде друга, подруги, все равно. Это всегда. Нельзя ставить все на одного человека. Никогда. Это правда. Это правда. Если ты о себе не позаботился, в смысле, не подстелил соломку, а мог... Да. Ну нет, я согласен. В чем речь? Здесь я с тобой согласен. Если ты сам на себя махнул когда-то рукой, ну ты махнул. Знаешь, когда ты так и начинал пользоваться косметикой, совершенно не воспринимал нюдовые губы. Любил только красные, яркие красные губы. А сейчас мне стало нравиться, когда очень нюдовые губы, вот такого плана. Тебе не нравится совсем, да, я понимаю? У тебя нет обводки. Не люблю обводки. Естественно, с нюдовыми губами обводка, получается 80-е. Когда в Париже был с Андреем Петровым, делали макияж, у него была... Значит, первый раз такая консистенция помады, как мусс от Барбари. Он говорит, ты попробуй, и ты сойдешь с ума. Ты знаешь, ты пробуешься, сходишь с ума. Помада стоит 38 евро, там нет ничего такого. Но сама консистенция, как лежит помада... Знаешь, невозможно совершить революцию после жидких помад. Невозможно совершить революцию в помадном бизнесе. Но Барбари смогли. Где бы ни было, я всегда захожу в книжные магазины, потому что... Ну, это моя слабость, это все... И у меня появилась какая-то закономерность в книжных магазинах. То есть я беру то, что внешне мне нравится, и по этой теме открываю. И я обязательно вижу совет или предложение, которое может быть даже одно в этой книге. Однажды была в Таллине и зашла в магазин и посмотрела книгу от Собчак. От Собчак, да? От Собчак по макияжу. Окей, вот это странно. И я прочитала такую фразу, там было о помадах. Если вы красите темным, темным цветом, вы делаете обводку. А если вы красите вот мудрой, обводку делать нельзя. Мам, я про это тебе и говорю, да. Мам, я тебе говорю, что у Собчак, конечно, совет брать по макияжу, это сложно. Ну, почему? Потому что она не профессиональный визажист. Но это было смешно. Ну да. Вот так вот, мам, на коленке за 10 минут я научился делать макияж. Удивительно. Хорошо? В принципе. Ну вот, учитывая обстоятельства, да? Между делом. Очень между делом. Хорошо? Нет, мам. Сказали все, очень похож на тебя. Ну ты же мой сын. Ну да. Все, ребят. Вот такое вот было видео о разговоре с моей мамой, пока я делаю макияж. Будем буквально на днях делать канал мамы. Она будет разговаривать с вами. Конечно, задавайте кучу вопросов под этим видео тоже. Потому что так как она очень новая в этом деле, ей интересно и легче отвечать на какие-то вопросы. Сейчас пообсуждаем жизнь моих подписчиков. Выйдет сегодня и на следующей неделе жизнь моих подписчиков. Обсуждаем, поговорим и скажем свою точку зрения. Как знаешь, я говорю, когда каждый раз перед видео обсуждаю жизнь своих подписчиков, я говорю. Я не психолог. Я не психотерапевт. Я не знаю, что я говорю. Но вот вы мне даете свою ситуацию. И вот первое, как я вижу вашу... Я не даю совет, как жить. Я просто говорю свою точку зрения на вашу ситуацию. А потом люди в комментариях дополняют ее. Понимаешь? Вот кто я такой, кому говорит... Тем более я знаю только одну сторону медали. Ведь правильно? Очень опасно. Очень опасно. Поэтому я говорю, я не даю советы, как жить жизнь. А говорю просто о том... Вот первое, что приходит в голову. Как бы я повел вот в данной ситуации. Вот. Поэтому моя мама тоже куча мнения насчет всего подобного. Поэтому заходите, смотрите на основной канал. Это видео я выложу, видимо, выложу на влоговой. Заходите на основной, смотрите, обсуждая жизнь моих подписчиков. И говорите свое мнение. Согласны, не согласны. Не то, что согласны, не согласны. А дополняйте или говорите свою точку зрения. Правильно? Да. Если ее хотят слышать. Если спрашивают, значит, они хотят слушать. Я считаю, что когда у человека сложная ситуация, бывает, знаешь как? Говоришь банальные вещи, а человек, который находится в данной ситуации, если для всех это очевидно, часто для него надо сказать, да вот же оно на поверхности, а человек же часто сам не видит этого. Замылен глаз. Или очень сложная ситуация, что ты не видишь очевидного. Мне говорят, ты говоришь все банальные вещи. Да, но вот на поверхности. Просто человеку иногда нужно это услышать. Понимаешь? Или тебя приучили не видеть очевидно. Или так, или так, да. Все, ребят, вот такое было видео. Если у мамы будет канал к данному моменту, ссылка в описании. Если нет, заходите обратно. Через пару дней ссылка будет на ее канал под этим видео тоже. Подписывайтесь. Куча любви и позитива. И поменьше негатива. Самоедство. Это не самоедство, это самоедство другие. Знаешь, поменьше... Знаешь, у меня еще такой момент, я не понимаю, почему люди часто... Ладно, блогерам завышенное требование может быть. Все, ребят, спасибо всем. Всем хорошее настроение. Всем пока. Всем пока.